Добрый день! И сегодня передачу «Жизнь и дорога» мы начнем с обращения начальника управления Госавтоинспекцией МВД России по Рязанской области Сергея Романова. Он призвал водителей к недопущению фактов нетрезвого вождения, цитата. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения. Человек во время воздействия на его организм алкоголь или наркотиков не в состоянии контролировать свои действия. Реакция на подобные одурманивающие средства у каждого человека разная, но агрессивное или расслабленное состояние в равной степени является опасным при управлении автомобилем. Многие водители не осознают степень опасности, которую они создают, садясь за руль. Конец цитаты. Так, за одни только сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и два нарушителя сели за руль в нетрезвом виде повторно. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования в соответствии с Уголовным кодексом гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа за нарушение уже 200, а то и 300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Помимо перечисленных мер, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Диана, Доминика, Кирилл – вот имена детей, которые погибли в ДТП на дорогах области. Кто-то из них только начал ходить в школу, другие же готовились к выпускному. Жизнь их трагически оборвалась в одной из аварий. Теперь они в сухой статистике, сводке дорожно-транспортных происшествий. День памяти жертв ДТП – своеобразный знак беды, напоминающий обществу об огромной проблеме дорожно-транспортного травматизма и смертности на дорогах. В день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции показали автомобиль, который побывал в одной из таких серьезных аварий. Стекла выбиты, крыша смята. Самыми частыми нарушениями являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами, состояние опьянения, нарушение сигналов, светофоров. И к результатам всего этого являются трагедии и загубленные человеческие жизни. Эта женщина – мама одного из погибших мальчиков. Говорит, сын часто разъезжал по городу на велосипеде. Оттого знал все правила дорожного движения. В тот день он торопился в школу музыкальную и сел на велосипед. Бабушка сказала, будь аккуратнее, на дороге много дураков. На что он сказал, это их проблемы. Я соблюдаю правила. Вот так бывает. За одну секунду спецмашина, скорая помощь сбила Макса, когда он пересекал на велосипеде дорогу. Я вас просто призываю, что на самом деле, как сказала бабушка, дураков полно. И вы знаете, на дороге, к большому сожалению, нельзя оценить степень ума ни одного, ни другого. По статистике, с начала года в Рязанской области в результате ДТП погибло пять детей. Около трехсот несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести в дорожных авариях. День памяти жертв ДТП был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий. И призван напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано более 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек погибли и 68 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано более 280 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДТП госавтоинспекции выявили более 21 тысячи нарушений правил дорожного движения, в том числе 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 13 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а также 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Выявлено 360 нарушений, связанных с управлением тонированными автомобилями, 95 нарушений совершили пешеходы. А также выявлено 16 нарушений, связанных с перевозкой детей. 130 нарушений допустили водители грузовых автомобилей, и 5 нарушений допустили водители автобусов. 26 ноября, примерно в 12.55, в Михайловском районе, на 196-м километре автомобильной дороги R-22 Каспий, по предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств. Автомобили Volkswagen Polo под управлением 34-летнего водителя, грузового автомобиля Volvo под управлением 33-летнего рязанца, а также автомобиля Hyundai под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области. В результате ДТП водитель, 49-летняя пассажирка и 14-летний пассажир автомобиля Hyundai получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются. Это светопропускаемость ваших стеклов. 38,7. Нормально это когда 70 и более. И то 70 это для передних боковых стекол. Норма светопропускаемости для лобового стекла 75%, так что проверку автомобиль не проходит. Вариант у водителя 2. Устранить на месте или получить предписание. При этом штрафы ему все равно не избежать. Если водитель ввиду различных причин отказывается устранить допущенное нарушение на месте, то сотрудникам госавтоинспекции такому водителю выдается требование о прекращении административного правонарушения. Согласно выданному требованию водитель должен устранить тонировку либо отказаться от использования своего автомобиля. В случае, когда водитель не выполняет законное требование сотрудника полиции, он привлекается к административной ответственности по первой части статьи 19.3 кодекса об административных правонарушениях. Штраф, напомним, небольшой, 500 рублей. Да к тому же повторного не предусмотрено. Нарушай, дескать, сколько хочешь, пока кошелек не опустеет. На пленку и на штрафы тоже нужно тратиться. Я вам и так скажу, сколько-то. Да? Не первый раз? Ну, мерит не первый раз. 17.3. Тут уж сам водитель все понимает. И измеряет светопропускаемость стекла у него не в первый раз, и показатели у него в 4 с лишним раза ниже нормы. Все ездит с тонировочной пленкой. Максимальный штраф все же есть. Административный рез на 15 суток. В госавтоинспекции рассказали, что в этом году минимум один злостный нарушитель максималку получил. Сколько таких всего, статистика умалчивает. Так что лучше просто устранить нарушения на месте, говорят инспекторы. За один такой рейд стандартно выявляют полсотни нарушителей. Бывает, что некоторые попадаются повторно. И схема простая. Пленку сорвать, 500 рублей заплатить и дальше в путь. В настоящее время есть только одна действующая инициатива по увеличению штрафа. По проекту нового кодекса об административных правонарушениях штраф вырастет до 1000 за первое нарушение и 3000 за повторное. Но до штрафа все же лучше не доводить. На замену колеса дается 5 минут. Алгоритм стандартный. Подложить башмаки, открутить гайки, поработать домкратом. В общем, схема известная каждому водителю. Только здесь баллонником орудуют ребята 14-17 лет. Это очередной конкурс по автомногоборию среди юношей и девушек. Этот конкурс подразумевает несколько испытаний, такие как знание правил дорожного движения, оказание первой помощи, замена колеса, фигурное вождение. А это два самых любопытных этапа, при том один сложнее другого. Первый этап простой. Змейка, гараж, параллельная парковка. А вот второй, что называется, для виртуозов. Здесь присутствуют нестандартные элементы, то есть повороты под определенным углом, да. И, соответственно, проезд на сужение. Вот у нас вон та фигура. И непосредственно заезд задним ходом в карман с последующим выездом. Стартует участник с нулем баллов. Задача этот ноль сохранить. Минусы дают за всем. Сбитый или даже задетый конус. Остановка не по команде инспектора. А значит, управлять автомобилем стоит аккуратно. Автомногоборье. Конкурс для Рязани традиционный. А еще это отборочный региональный этап. Команда победителя отправится на всероссийские соревнования. С 1 декабря вся летняя резина вне закона. Напомним, еще в сентябре вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Один из запретов как раз на нешипованные покрышки зимой. Штраф теперь 500 рублей. Столько же, кстати, придется выложить, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, появилось новое требование грузовикам и автобусам. Если они не полноприводные и эксплуатируются на летней резине зимой, то обязательно должны иметь на борту цепи противоскольжения. Для преодоления скользких участков дороги. Эксперты отмечают, что за повторное нарушение автоинспекторы могут применить статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. За невыполнение законного требования сотрудника полиции по решению суда грозит арест до 15 суток. Автоматически продлили права. То есть, согласно постановлению правительства, Кабмин автоматически продлил действия российских водительских удостоверений на 3 года. В том случае, если срок их истекает с января 22 по 31 декабря этого года, теперь они действуют еще 3 года. На примере. Истекает срок действия 2 декабря 23. Автоматически они продлены до 2 декабря 26. При этом никто не мешает водителям поменять права в штатном режиме. Другой момент. Упрощенные авто. Это которые без подушек безопасности, антиблокировочной системы или АБС платформы Эрогланас. Поправки об установке на них этих модулей приняли еще в 22. В настоящий момент действие документа продлено до февраля 24. Требования к оснащению авто ужесточили. Так, с июня запрещен выпуск автомобилей экологического класса ниже Евро-2. С декабря 23 запрещен выпуск автомобилей без АБС. До 1 февраля 24 заводы-изготовители обязаны дооснастить модулями Эрогланас. То есть, согласно последним поправкам, допускается не предъявлять требования к оснащению автомобилей антиблокировочной системой тормозов до 1 декабря 23 года. Не все транспортные средства для опасных грузов и детские автобусы по-прежнему должны быть оснащены антиблоком. А для остальных категорий транспорта это требование станет обязательным с 1 декабря 23 года. При этом многие источники пишут о том, что с 1 декабря 23 года владельцев уже купленных машин якобы заставят самостоятельно АБС доустанавливать. Однако эта информация не соответствует действительности. Никаких требований по дооснащению системы АБС, уже выпущенных ранее упрощенных автомобилей, нет. Таким образом, для владельцев уже купленных машин без АБС с 1 декабря 23 года ничего не изменится. А вот заводы-изготовители с этой даты будут выпускать все новые автомобили только с системой АБС. И это была программа Жизни Дорога. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.